Всем привет! И сегодня на канале Алиэкспресс Страна Чудес будет обзор сумки из натуральной кожи. В прошлом году я вам показывала обзор вот на такую сумочку. У нее немножко другой цвет, такой типа спелой вишни. У нее точно такое же тиснение сделано под розочки. Мне очень нравится такой вот дизайн сумочек с таким вот тиснением на коже. Очень долго смотрела вот на эту сумочку, вот такой вот саквояжик. Прям в таком винтажном-винтажном стиле. Сумочка очень объемная, очень красивая. Мне она безумно нравится. С этой сумкой не все так просто, как хотелось бы мне, как говорится, заказала-получила. Сначала покажу обзор, потом, наверное, расскажу всю историю с этой сумкой. Вообще история очень веселая. Сразу хочу сказать, что в данной сумке нет никаких изъянов. Здесь всего один такой отдел, в котором с этой стороны кармашки две штучки вот такие вот. И с этой стороны еще кармашек на молнии. Собственно, это как бы и все. Крепление для ремней находится вот так вот. Очень хорошие крепежи, карабины для сумки. То есть они вот так вот закрываются, если кто-то не видел подобных креплений, показываю. Все приклепано, все заклепано очень хорошо, все надежно. Сумка действительно натуральная кожа. Я не буду спарывать никаких прокладок, потому что я и так знаю, что это натуральная кожа. Пахнет кожей. Для кого-то, может быть, даже не просто пахнет, а воняет. Здесь две вот таких вот собачки, чтобы закрывать молнию. То есть с одной стороны и с другой стороны. То есть как хотите. Хотите так, хотите сяк. Как угодно. То есть можно вот так. Ручки. Вот если носить на ремне, посмотрите, как интересно складываются ручки. Они просто вот так оп и убираются. Ну, пока сумка новая, вот они вот так вот себя и ведут. А так, конечно, они будут вот так. Разносится сумка, все будет хорошо. На ремне нигде никаких изъянов нет. Естественно, это было бы странно, потому что... Ну, вот здесь вот, например, да, вот видно не прокрашено. Видно прекрасно, что это кожа. Вот здесь тоже прекрасно видно на этих вот собачках. Вот в этих местах. Вот здесь вот, где ремень крепится, тут не прокрашено краской. И там видно прекрасно, что это кожа. Так что я даже не вижу смысла вспарывать эту сумку, там что-то смотреть, портить. Сумка замечательная. Мне эта сумка безумно нравится. Я ее очень-очень хотела. И, как я уже сказала, слюни я на нее пускала практически целый год. Так вот, сейчас немножечко, извините, присяду, чтобы рассказать вам всю веселую историю. Заказала я эту сумку себе на 8 марта. Заказала и стала ждать. Продавец мне сначала дал один трек-номер, потом он его перечеркнул, дал другой трек-номер. И, как бы, моя сумка поехала в Новосибирск. И благополучно туда приехала и была получена. Естественно, я открыла спор, что товар доставлен на неверный адрес. Продавец, знаете, что сделал? Продавец позвонил мне на мобильный телефон из Китая. Когда у меня раздался международный звонок на мобильном, я выпала в осадок. Но я не буду всю историю рассказывать. В общем, договорились о повторной отправке. Я закрыла спор. 27 марта эта сумка была повторно отправлена. И сегодня, 10 апреля, она была доставлена. Есть большой минус в доставке, потому что продавец, несмотря на то, что у него написано чина Айл почтой, отправляет он все с деком. С деком, с деком, с деком. Все пишут, что да, пишут, что одно отправляет, но отправляет он с деком. Когда я разговаривала с продавцом по телефону, я разговаривала вообще не с продавцом. Я не знаю, где он нашел русскоговорящего молодого человека. Я ему как бы сказала, что, вы знаете, я видеоблогер, и если с этой сумкой что-то будет не так, то я это все покажу и расскажу. Все изъяны. Так что я попросила, чтобы продавец перед тем, как отправить, проверил, что на сумке, чтобы не было никаких дефектов. Я могу вам сказать, что сумка пошита идеально. Я очень переживала, потому что многие, я читала про такие сумки, очень часто бывает где-то что-то не прокрашено. У меня все прокрашено идеально. Нигде никакого косяка нет. То есть все вообще прекрасно и замечательно. Естественно, в сумке был воздух Китая, то есть она никак не потрепалась. Вы видите, да, вот этот воздух Китая был внутри. Но когда я распаковывала сумку, я там обнаружила один очень интересный подарок. Поэтому сейчас я врежу в это видео немножечко часть распаковки. То есть я ее снимала, естественно, на видео, чтобы вы увидели, вообще посмотрели на мою реакцию при распаковке. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Это подарок. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я не могу. Это жесть вообще. Это чтобы я не злилась, это чтобы я посмеялась. А, чувство юмора у продавца хорошее. Скотина, все нервы мне вымотал с этой сумкой. Да, вот такая вот веселая игрушка мне была положена. Ну, наверное, для того, чтобы как-то меня развеселить, чтобы я не злилась, что была такая долгая доставка. Конечно, подарок совершенно бесполезный, но веселый, согласитесь. Весело, да, после всех нервотрепок. Я даже плакала из-за этой сумки, что куда же она уехала, не туда, куда надо. Но, тем не менее, сумка приехала. С продавцом, я думаю, что еще отношения повыясняю немножечко. Вот, может быть, еще выключу себе скидку на какую-нибудь другую сумку, потому что у него достаточно богатый выбор сумок из натуральной кожи. Ну, с сумкой, с сумкой я довольна полностью. С сервисом магазина, ну, спорный вопрос. Если уж китаец догадался даже позвонить из Китая клиенту и попросить закрыть спор, я вам вышлю повторно, это тоже дорогого стоит, согласитесь. Ну, собственно, на этом сегодня все. Ссылочка на сумку есть внизу в описании. Всем удачных покупок, мира и добра, и пока-пока!